Приветствую, дорогие друзья! С вами Елена Викторовна, канал OK English, где мы с вами разбираемся в английской грамматике. Причём в этом разделе меня интересует грамматика среднего уровня. Мы находимся на уроке номер 95 в грамматике English Grammar and Use. И сегодня мы будем говорить о достаточно сложной теме, которая, я думаю, у многих, даже у меня, признаюсь честно, вызывает некоторые затруднения. Мы сегодня будем говорить не просто о предаточных предложениях в английском языке, а именно о тех случаях, когда там нужны или не нужны запятые. Да, друзья мои, я вам говорила уже, что запятые в русском и английском не совпадают, что чаще в предаточных предложениях запятые не нужны, но всё-таки иногда такие случаи действительно бывают. Пункт A. Давайте сравним несколько групп предложений. Они будут немного отличаться. В первой группе предложений запятые не нужны, во второй нужны. И давайте с вами разберёмся, что же, какая же причина, когда во вроде бы похожих предаточных предложениях запятые ставятся или наоборот не ставятся. И если уж вы только присоединились к моим урокам и немножечко подзабыли, что такое предаточное предложение, друзья мои, я вам сразу напомню. Это те предложения, которые как вагончик цепляются к главному предложению, расширяя его смысл. То есть здесь в целом в этой теме мы говорим именно о сложных предложениях английского языка, то есть те предложения, где несколько простых предложений объединены, скажем так, в одну логическую цепочку. О таких предложениях мы и говорим. Предаточное предложение значит, что один из элементов в этой цепочке предаточный, он зависимый и он нужен для того, чтобы расширить смысл главного предложения. Итак, давайте смотреть примеры. Мой брат Бен, который живет в Гонконге, архитектор. Это пример второго типа предаточных предложений. Давайте разбираться, в чем же разница. Первое предложение. Есть какая-то женщина, которая живет по соседству. Мы знаем об этой женщине, что она доктор. Второй пример. У меня есть брат Бен, один-единственный брат. Мы знаем о нем, что он живет в Гонконге и он архитектор. В чем между этими предложениями разница? Во втором типе предложений мы знаем, что то, что мы конкретизируем, то есть мой брат Бен, он один-единственный в своем роде. Мы просто даем чуть-чуть больше информации о нем. Вот видите, такая вставочка. Who lives in Hong Kong? В принципе, можно было ее добавить в скобочках, но можно дать через запятые. А что же у нас в первом предложении? Женщина, живущая по соседству. По логике данного предложения и по запятым, понятное дело, что та женщина, о которой мы говорим, она одна из многих. То есть по соседству с автором этого высказывания живет много разных женщин. Но мы из них всех как бы выделяем ту единственную, живущую по соседству, которая является доктором. Давайте пока этот момент оставим и рассмотрим еще несколько примеров, а потом отдельно соберем в кучу всю информацию по отличиям между этими двумя типами. Вторые примеры. Первый пример будет относиться к ситуациям, когда запятые не нужны. Второй пример относится к ситуациям, когда запятые нужны. Grace works for a company that makes furniture. Grace работает на компанию, производящую мебель. Второй пример. Anne told me about her new job, which she's enjoying a lot. Anne рассказала мне о своей новой работе, которая ей очень нравится. Итак, первый пример. Grace работает на компанию, производящую мебель. То есть компании, на которой можно работать, их целая куча, их масса. Но именно та компания, с которой связана Grace, она производит мебель. То есть мы как бы сужаем значение компании до той, которая производит мебель. Из всех других компаний, с которыми, допустим, была связана Grace, да? Или из тех компаний, на которые вообще можно работать. Второй пример. Anne told me about her new job. Anne рассказала мне о своей новой работе. У нее только одна новая работа. Все, других никаких работ нет. И теперь мы именно о той самой, единственной в своем роде новой работе. Ане даем дополнительную информацию. Ей эта работа нравится. Which she's enjoying a lot. Заметьте, правила использования союзных слов who, that, which в целом, видите, совпадают. Но там будут некоторые отличия, мы о них поговорим далее. We stayed at the hotel that you recommended. Или можно сказать проще. We stayed at the hotel you recommended. Мы остановились в отеле, который ты рекомендовала. И второй пример. We stayed at the park hotel, which a friend of ours recommended. Мы остановились в парк-хотел, который рекомендовал наш друг. Значит, первый пример, где запятая не нужна. Мы остановились в отеле, то есть какой-то отель, мы ничего о нем не знаем. И мы как бы сужаем значение слова hotel, the hotel, до того конкретного отеля, который вы нам рекомендовали. То есть вы нам рекомендовали из всех отелей тот единственный. Пояснительная часть, предначное предложение that you recommended сужает значение слова, к которому оно относится. Второй пример, где стоит запятая. Мы остановились в парк-отеле, который нам рекомендовали друзья. То есть ясное дело, что the park hotel, он один-единственный. Нету других парк-отелей или отелей-парк. Ну, парк-хотел, оставим название как есть. И мы как бы просто чуть-чуть больше дополнительной информации даем об этом, скажем так, уникальном отеле. Да, единственном в своем роде. Даем эту дополнительную информацию через запятую. Если бы мы ничего не сказали об этом отеле больше и сказали предложение так, we stayed at the park hotel, все, мысль была бы в любом случае закончена. Но мы остановились в парк-отеле. То есть дальше я просто по своему усмотрению чуть-чуть расширяю, скажем так, значение, информацию об этом отеле. А вот если я, например, возьму пример, we stayed at the hotel, мы остановились в отеле, то тут ничего не понятно, что это за отель. Никакой дополнительной информации о нем нет. И только вторая часть, предаточная, that you recommended, дает нам какую-то дополнительную информацию об этом отеле. Именно тот отель, в котором мы остановились. Ну что, друзья, давайте попробуем подвести итог. Когда запятая нужна, когда не нужна. Есть у нас, как видите, несколько смысловых видов предаточных предложений. И бывают две ситуации. Предаточная часть, как в примерах номер два, иногда может спокойно быть удалена из сложного предложения. Останется одно простое, полное по смыслу предложение. Давайте я еще раз прочитаю эти примеры, но без предаточной части. My brother Ben is an architect. Все понятно. Есть у меня брат Бен, он архитектор. То есть, та часть who lives in Hong Kong, она необязательная. Мы можем ее выкинуть, какая разница, где он живет. Самое главное, что суть остается. Мой брат Бен, он архитектор. Давайте попробуем второе предложение прочитать. And told me about her new job. Все. То есть, у нее новая работа, она мне не рассказала. Предложение по смыслу, оно уже полноценное. Ну и пример три мы уже разбирали. Если я буду читать без предаточной части все предложения типа один, то они по смыслу будут незавершенными. The woman is a doctor. Женщина-доктор. Какая женщина-доктор? Мы без контекста вообще ничего не можем понять. Контекст нам как раз таки дает предаточное предложение. Who lives next door? Или второй пример. Grace works for a company. Grace работает на компанию. На какую компанию она работает? На компанию по производству мебели? Или на компанию по производству игрушек? Или вообще на какую-нибудь там финансовую пирамиду? Мы ничего абсолютно не знаем. И только предаточная часть, that makes furniture, дает нам пояснение к слову, к которому оно относится. For a company. В предложениях типа один, предаточное предложение relative clause, оно давало нам очень важную поясняющую информацию о человеке или предмете, к которому это предложение относится. Это очень важно. В этих предложениях запятая не нужна. В отличие от русского языка, когда между главным и предаточным предложением у нас всегда ставятся запятые. В английском, заметьте, здесь это не нужно абсолютно. Во втором типе предложений у нас главное предложение, оно уже было по смыслу полноценное. Мы уже прекрасно себе осознавали, о ком или о чём идёт речь. У нас была об этом исчерпывающая информация. Этот предмет обычно один, единственный, уникальный, и всё понятно. И предаточная часть шла через запятую. Она не обязательно, она просто вносит чуть больше смысла в то слово, к которому оно примыкает и относится. То есть my brother Ben уже ясно. Он один, да. The new job ясно, что это новая работа, она одна, да. Park hotel известно, что это один-единственный отель. Если предаточное предложение даёт нам дополнительную, но не обязательную информацию об объекте, к которому оно относится, то такую информацию мы должны давать через запятую, друзья мои. Давайте сравним ещё несколько примеров. We know a lot of people who live in London. Мы знаем многих людей, которые живут в Лондоне. То есть в целом мы знаем очень много людей, да, массу народа. И есть небольшая группа людей, именно те, которые живут в Лондоне. И именно об этой группе идёт речь. Предаточное предложение who live in London, оно расширяет значение a lot of people. Потому что предложение we know a lot of people, оно само по себе как бы неполноценно. Мы знаем много людей. Ну и что? А дальше мы конкретизируем этих людей. Именно тех людей мы знаем в большом количестве, которые живут в Лондоне. То есть видите, предаточное предложение, оно очень серьёзно влияет на смысл. А теперь разберём второй пример с запятой. My brother Ben who lives in Hong Kong is an architect. Мой брат Бен живущий в Гонконге, архитектор. Мой брат архитектор – это исчерпывающая информация. Дополнительно мы сообщаем, он живёт в Гонконге. Но это как бы не есть ключевая информация, да, и можно в общем-то без неё обойтись. И так всем всё будет понятно. Я вам подготовила, друзья мои, отдельный слайд, чтобы подытожить данную информацию. Передаточные определительные предложения, relative clauses, те, которые мы с вами проходим, проходили в предыдущих трёх юнитах, бывают в общем по смыслу двух типов. Identifying, то есть те, которые ограничивают значение, и non-identifying, те, которые не ограничивают значение. Первый тип предложений мы разбирали. Он относится к identifying. Второй тип предложений – non-identifying. Давайте сравним по одному примеру, который практически идентичен, но зато всё будет понятно. Моя сестра, которая из Парижа, приезжала к нам в прошлом месяце. И второй пример. Моя сестра, живущая в Париже, приезжала к нам в прошлом месяце. Вот тогда, друзья мои, ничем абсолютно в плане слов предложений не отличаются, но в одном стоят запятые, в другом не стоят запятые. И как же разобраться, да, в чём разница, если слова одинаковые, почему же предложения переводятся тогда по-разному? Зачем эти запятые нужны? Вот как раз-таки тут, друзья мои, кроется самое главное отличие между этими двумя предложениями. В первом предложении Имеется в виду, что сестра, именно та, что из Парижа, приезжала к нам. А вообще у меня много сестёр. Я конкретизирую. Именно та сестра, что к нам приехала из Парижа, была у нас. То есть другая сестра у меня в Москве, третья сестра у меня в Нью-Йорке, да? А именно та, которая из Парижа, она приезжала. Без предаточной части мы не можем обойтись, потому что тогда my sister visited us last month будет непонятно, какая сестёр ко мне приезжала. Ведь у меня три сестры, да? Или там пять, или десять, да? Непонятно, какая из сестёр приезжала. Но именно та, что из Парижа, who is from Paris, именно предаточная часть даёт нам понимание, о какой из сестёр, да, я говорю. Второй пример. My sister, comma, запятая, who is from Paris, visited us last month. У меня только одна сестра. Других нет. И она к нам приезжала. My sister visited us last month. А вообще, эта сестра, просто я дополнительно сообщаю, она, в общем, от Парижа, да? То есть она там живёт, смотрит на Эйфелеву башню, the Eiffel Tower, и вот она к нам решила приехать. В первом примере по запятым мы интуитивно понимаем, что сестёр значит несколько, а в втором примере мы интуитивно понимаем, благодаря запятым, что сестра-то только одна. На письме разница, как видите, очевидна. В устной речи без контекста будет непонятно. Честно вам скажу. Если я так скажу, то собеседник, понятное дело, он должен сам догадаться. Много у меня там сестёр, для одного у меня сестра, да? То есть в устной речи разница несущественная. На письме запятые, как видите, играют очень важную роль для понимания смысла всего предложения. Так, друзья мои, по типам предложений мы уже с вами разобрались. Теперь давайте разбираться с союзными словами. Мы можем в обоих типах предложений использовать слово who для людей. Who, то есть кто. Мы можем использовать в обоих типах предложений слово which для обозначения предмета. Но мы не можем использовать во втором типе предложений, то есть там, где мы к слову добавляли дополнительную информацию, мы не можем. Там используют слово that. That здесь уже не употребляется. И может быть, кстати, это как маячок в устной речи будет для собеседника. Давайте сравним примеры. Do you know anyone who speaks French and Italian? Или Do you know anyone that speaks French and Italian? Ты знаешь кого-нибудь, кто говорит по-французски и итальянски? Это первый тип, где предачное предложение очень важно и запятыми не выделяется. Теперь второй тип. John, who speaks French and Italian, works as a tour guide. John, который разговаривает, может говорить на французском и итальянском, работает гидом. В данном случае мы не можем сказать John that speaks French and Italian. Это будет некорректно в английском языке as that вычеркиваю. Хотя я вам скажу так, что даже в этом предложении в первом типе интуитивно хочется поставить who, а не that. но that здесь возможно, повторюсь. Второй пример. Grace works for a company which makes furniture. Либо Grace works for a company that makes furniture. Оба варианта в ходу, оба варианта абсолютно правильные. Grace работает на компанию, которая производит мебель. Теперь берем второй пример. Там, где that нельзя использовать, только which, говоря о предметах и объектах неживых. Anna told me about her new job which she's enjoying a lot. Нельзя сказать Anna told me about her new job that he's enjoying a lot. Это будет ошибка. Второе отличие по союзным словам. Мы с вами уже хорошо знаем из юнита номер 93, что в relative clauses, в предачных предложениях, можно взять и выкинуть союзные слова, если дальше, после этого идет полноценное предложение с подлежащим и сказуемым. То есть хотим-говорим, не хотим-не говорим. Но если у нас предачное предложение non-identifying, то есть там, где запятые нужны, то мы обязаны оставить союзные слова там, где они есть. Их выбрасывать ни в коем случае уже нельзя. Сравниваем это на примерах. We stayed at the hotel that you recommended. Левым можем сказать проще. We stayed at the hotel you recommended. То есть все понятно, предложения абсолютно слиты по смыслу. Теперь, если я буду говорить предаточное неограничивающее предложение второго типа, то здесь which обязана остаться. We stayed at the park hotel which a friend of ours recommended. Мы не можем здесь сказать we stayed at the park hotel a friend of ours recommended. Все в кучу смешалось, глаговорящий человек вообще ничего не понял. Поэтому здесь обязательно, когда вы присоединяете дополнительную, но необязательную информацию, будьте добры делать это с помощью союзных слов who и which и никогда слово that у нас не попадет. Разбираем еще по одному примеру. This morning I met somebody I hadn't seen for ages. Этим утром я встретил кого-то, кого не видел. Вечность. Можно было бы сказать this morning I met somebody who I hadn't seen for ages. Или that I hadn't seen for ages. Но если я буду брать похожее предложение второго типа, я обязана использовать союзное слово who. This morning I met Chris who I hadn't seen for ages. Этим утром я встретил Криса, которого я не видел. Вечность. В первом примере, видите, этим утром я встретил кого-то. Кого я встретил? У меня что, склероз? Я забыл, кого я встретил. Но дальше я поясняю. Я встретил именно кого-то из своих знакомых, кого не видел очень долго. Во втором примере я встретил Криса. Все понятно. Полноценное предложение по смыслу. И дальше я просто добавляю. Которого я не видела вечность. И это предложение я в английском обязана добавить через слово who. Who I hadn't seen for ages. По поводу слова whom. Мы можем использовать слово whom в предаточных предложениях relative clauses первого типа. Но мы с вами о нем подробно говорили. В юнте номер 94 оно не сильно в ходу, но в связке с предлогом так иногда оно употребляется. Не будем сейчас об этом сильно разглагольствовать. А также слово whom мы можем использовать, когда говорим о людях в предаточных предложениях второго типа. Например, This morning I met Chris whom I hadn't seen for ages. То есть можно было бы сказать who I hadn't seen for ages, можно сказать whom I hadn't seen for ages. В принципе ничего особо не поменялось. Единственное условие, что предаточное предложение во втором типе, которое идет через запятую, вот это вот, оно должно относиться к дополнению. То есть слово Chris Видите, оно стоит в дополнении после автородействия и действия. Вот если такая ситуация, можем использовать whom. И последний пункт, друзья мои, самый коротенький. В обоих типах предаточных предложений relative clauses и первого и второго типа мы можем использовать такие союзные слова, как whose и where. Например, I met some people whose car had broken down. Я встретил каких-то людей, у которых сломалась машина. То есть какие-то люди, ничего о них не знают. Передачное предложение нам открывает истину. Их машина сломалась. Whose car had broken down. Это предложение первого типа. Слово whose союзное слово. И здесь его выкинуть никак нельзя. Теперь берем пример второго типа предложений. Лиза whose car had broken down was in a very bad mood. Лиза, у которой сломалась машина, была в дурном настроении. То есть мы можем сказать Лиза была в дурном настроении. Лиза was in a very bad mood. А дальше мы просто как бы вставочку даем экстра информацию. Почему она была в дурном настроении? Да просто машина у нее поломалась. Whose car had broken down. Чья машина сломалась. Видите, это предложение предаточное не обязательно. Оно дает нам дополнительную информацию мы его это предложение заключаем запятым. What's the name of the place where you went on holiday? Как называется место куда ты ездила на каникулы? Это предложение если выкинуть предаточную часть будет неполным. What's the name of the place? Ну и что? Предложение явно какое-то обрывочное. Как будто связь прервалась я до конца не дослушала. Обязательно ждем вторую часть. Where you went on holiday? Вот она предаточная часть. запятая не стоит. Теперь возьмем второй пример. Второй тип предложений. Kate has just been to Sweden where her daughter lives. Катя только что была в Швеции, где живет ее дочка. Можно сказать Катя была в Швеции. Отлично. Была себе в Швеции и была. И дополнительно даем информацию. Она не просто так туда в тур поехала, да просто дочка у нее там живет. Where her daughter lives. И там и там слово стоит. Во втором типе предложений как видите есть запятая. Ну что друзья мои я надеюсь я смогла подобрать правильные слова чтобы объяснить вам эту непростую тему. Да и в русском языке конечно же тема запятых она не такая уж и простая. Мы 10 лет в школе или сколько лет я не знаю сейчас учимся ставить запятые правильно. Тут бац в английском языке оказывается запятые не совпадают. Что же делать? Причем как видим запятые оказывается еще и могут очень серьезно влиять на смысл предложений. Поэтому друзья моя тема я считаю очень важная и надеюсь этот урок даром не прошел надеюсь я смогла вам объяснить ключевую разницу между двумя типами придаточных предложений и почему иногда запятая стоит а иногда не стоит. Как видите это не просто блажь англоязычных людей какой-то грамотей тут запятую ставит другой не ставит нет дело в том что запятая действительно вносит определенные коррективы по смыслу в данные предложения. В принципе эти предложения по способам употребления не особо отличаются первый и второй тип единственное что надо запомнить что во втором типе слово Z не используется оно нам не нужно а также во втором типе предложений мы союзное слово никуда не выбрасываем оно должно остаться и соответственно теперь вы знаете что до этого мы с вами в основном говорили о придачных предложениях relative clauses первого типа а не второго теперь разобрали и второй и картинка надеюсь у вас теперь в голове более полная и даже вы теперь как грамотный человек знаете где же ставить запятую надеюсь материал был вам полезен я жду от вас обратной связи напишите понравился ли вам урок жмите кнопочку мне нравится делайте репосты уроков на своих страничках соцсетей и ждите новых уроков от меня которые обязательно скоро выйдут специально для вас до встречи в следующих июнях с вами была Елена Викторовна всего вам самого лучшего goodbye субтитры Продолжение следует...